В сегодняшний день Святая Церковь предложила нам евангельское благовестие о том, как один законник подошел к Иисусу Христу. Кто такой законник? Это человек, который от юности посвящает себя изучению закону и, конечно же, следованию ему. Эти люди особо почитались среди иудеев, потому что они очень много читали, очень много знали, были очень умные, авторитетные и, как правило, достаточно обеспеченные люди. Книжники, фарисеи, саддукеи, как правило, избирались членами Синедриона. Они, конечно, были о себе высокого мнения. И вот один из таких законников, который знает прекрасно наизусть все 613 митвот, 613 заповедей. Вот представьте, у иудеев нужно исполнять каждую наизусть зная, заповедь разделяется на большие и меньшие, касаются и очищения, касаются и прикосновения, касаются служения, принесения жертвам. Очень много всевозможных заповедей, о которых припекаются простые люди только потому, что не успевают их выучить, а тем более соблюдать. И вот тот, который думал о себе, что он соблюдает все 613, спрашивает у Христа, а скажи, какая наибольшая из всех заповедей закона? И слышит от Христа такие удивительные слова. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Это первая и наибольшая заповедь закона. И вторая подобная ей, говорит Христос, возлюби ближнего своего, как самого себя. На этих двух заповедях и основан весь закон и пророки. И вот этот ответ Христа сегодня должен дать нам с вами, дорогие братья и сестры, урок. А что это значит? Любить Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью своей. Если сейчас спросить у каждого из нас, тех, кто уже увидел свет Христа, тот, кто принял святое крещение и верует в Господа, победителя смерти, Христа, Спасителя. Любишь ли ты Господа? Ну, конечно же, мы вместе с Петром ответим, да, Господи, конечно же, мы любим Тебя. Любите ли вы Господа? Любим. Любите ли вы Господа? Любим. Но если мы посмотрим на свою жизнь, а всею ли крепостью, всем ли помышлением, всею ли душою своей и всею ли крепостью тела своего мы любим Господа? Или это просто желание наше вот так любить Господа всем сердцем, всей душой и всем помышлением? А на самом деле это и в любви-то в нас оказывается либо мало, либо нет вообще. А она еще исчисляется и любовью к ближнему. А уж если здесь себя проанализируем, то, конечно, любим больше себя, чем ближнего. Вот и получается, где же наша христианская любовь к Создателю и к Созданию? Вот основная заповедь Бога. Любить Создателя и Его Создание. Любящий Бога не может не любить природу, не может бросить мусор туда, где не должно, не может осквернить землю. Он должен беречь, благоукрашать, трудиться с уважением к другим, помня, что Бог все видит. Вот если мы любим Господа, значит, мы должны Его любить всем разумением своим. А как это понять? Во-первых, мы должны к Богу обращать свой ум. Это первое. Запомните. Несколько советов, как утвердить в себе любовь к Богу. Обращать к Нему свой ум. Святые Отцы назвали это делание. Обратите внимание, это не пустяки. Это не простая трата времени. Это называется богомыслием. Думать о Боге. Вот идешь по улице, казалось бы, как это сделать? Как это применить к себе? Ну, посмотри на солнце. Подними голову к небу. Господи, как Ты велик. Как Ты раскрасил палитру небес. Какая красота вокруг. Слава Тебе. Вот ты уже идешь и думаешь о Боге. Ты вспомнил о ком-то, о человеке, который сделал Тебе плохое. Ты не осудил его, хотя хотел. А вдруг сказал, Господи, спаси его. Я сам грешник. Если Ты, Господи, меня по моим грехам осудишь, то где я окажусь? Даруй мне, Господи, видеть мои прегрешения и не осуждать моего ближнего. Хотя очень хотелось. Он того достоин. Ой, как достоин. Или достойно. Она так меня обидела. Но я-то сам грешный, Господи. Сам был неправ. Прости меня, Господи. Вот идет человек, думает. Вот живу я в это время. А где-то война идет. Где-то ребята погибают. Спаси их, Господи. Вот все, кто ранен, кто в плену сейчас. Тех, кому тяжело сейчас в бронежилетах. Спаси их, Господи, помилуй. Господи, Матерь Божья, покрой их своим материнским амафором. Идешь и думаешь о Боге. Богомыслием занимаешься. И уже любишь Господа разумением своим. Что значит любить всей душою? Ум, воля и чувство. Вот составные части души. Умом мы уже поняли. Думай о Боге. Вспоминай о творении. Вспоминай, что ты живешь вообще в 2023 году. От чего? От рождения Иисуса Христа. Родился Христос. Я уже в 2023 год. Сколько до меня жило людей? Сколько умирало? А я живу. Слава тебе, Господи. Мои родные, близкие, живы. Слава тебе, Господи. Поэтому мы, когда идем, должны душою своей обращаться к Богу, направляя к этому свою волю. Потому что мы, если не определяем, то есть немножко не удерживаем свою душу, она готова во все тяжкие пуститься, как, знаете, осленок. Если осленка или там на осла сядешь и не удержишь, он тебя унесет. Вот и наша душа, словно конь, знаете, наши мысли мои скакуны, они уносят меня и уносят меня, куда-то уносят и не дают мне концентрироваться на главном, на помышлении о возлюбленном Господе. Вот когда невеста любит жениха, она о нем только и думает. Позвони мне, позвони. Напиши мне, напиши. Вот звонок. Наверное, он. Как же он там? С кем он там? О чем он сейчас говорит? И вот так помышляет любящая душа, любящую душу. И наша должна душа, Господи, где ты? Открой мне себя, Господи. Господи, поговори со мной. Укажи мне правильный путь, Господи. И вот свою волю человек уже направляет не туда, куда хочется телу, а туда, куда устремляется его дух, к Богу, который его дал. И вот мы, понимая, что всей душою, то есть волею, чувством своим, мы должны направлять свои желания больше узнать о Боге, больше почитать о нем, пообщаться с людьми, которые о Боге говорят. Не стесняйтесь говорить с людьми, которые о Боге говорят. Вот совсем недавно мне довелось разговаривать с двумя христианами в присутствии одного мусульманина. Вот они крестика не носят, ну как бы верят в душе, не постятся. Молитву, знаете, ну так не очень. И мусульманин рядом стоит. И вот батюшка с двумя православными общается, он стоит и слушает. Ну думаю, у меня тоже тоже воля, куда ее направить, сказать или промолчать с уважением к другой конфессии, к нашим ну немножко так, с почтением, да так, со снисхождением. Да нет. И говорю, как же это вы, христиане крещеные, в церковь не ходите и Богу-то не молитесь. Вот мусульманин рядом стоит. Сколько должен мусульманин молиться? Он тоже говорит, пять раз. Молодец. Пять раз должен мусульманин намаз совершать в день. А мы, христиане, мы по заповеди Божьей должны непрестанно молиться, вы слышите, всей душою и всем богомыслием с Богом пребывать. Жить со Христом должны. А мы? И вы знаете, я не пожалел, что я начал разговор с этими людьми. Потом они вышли, а мусульманин остался. И знаете, сколько он мне задавал вопросов о христианстве, о вере нашей? А вот непонятно, вот у нас в исламе вот это, вот у нас ангелы такие, у нас там джибраилы, у нас есть там ангелы из неба и ангелы из огня. А вот как у вас? Я прошу прощения, так нас в исламе учат. А у вас как? И вот этот простой разговор с нашими как бы невоцерковленными, неверующими или верующими в душе христианами побудил меня с ним еще поговорить минут тридцать, отвечая на его вопросы о Христе, об Исе, об Иисусе, а для чего он приходил и что есть истина. Знаете, мне так понравился этот разговор, что я считаю, что о Боге мы должны разговаривать не только с нашими по вере, но и с другими, потому что все они ищут Бога. Все религии, все конфессии – это поиск истины, поиск Христа. А мы, христиане, находимся в церкви Христом основанной, который сказал церковь «Мою созижду, и врата ада не одолеют ее». И если мы хотя бы вот об этом будем думать и скажем себе «Господи, какие мы счастливые христиане, мы Тебя знаем, истину, потому что Ты есть и путь, и истина, и жизнь». Вот уже богомыслие, вот уже разговор с ближним, вот уже отношение к другому, как к самому себе. А что же все-таки является средством для возбуждения этой любви к Богу, каждого из нас? И здесь самым главным и самым важным средством для возбуждения любви к Богу является исповедь, раскаяние в своих грехах и причащение святых христовых тайн. Запомните, без этого чувство любви в человеке опосредовано. Я люблю Бога, пока Он мне все дает. А если не дает, я не хожу в церковь. А зачем ты ходишь в церковь? Ну попросить что-то. А если не нужно, я не хожу. У меня все есть, я все заработала, я все купил, у меня все есть, все мне в храм ходить. Пусть бабушки старенькие ходят. Им есть о чем молиться, там уже скоро им на тот свет. А я-то молодая, я-то молодой, успешный, я вообще должен о себе подумать, как о хорошем. Остановись, человек, даруй мне зреть и моя прегрешение. Человек, который не видит своих грехов, зачем ему искупитель от греха Христос? Христос всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Зачем ему Бог, искупитель и спаситель грешников? Он же пришел спасти неправедников, а таких, как мы с вами, грешников, призвать к покаянию. Значит, мы должны осознать, что мы люди грешные, и нет праведного ни одного, как сказано в Священном Писании. «Если говорим, что нет в нас греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, потому что все согрешили, и нет праведного ни одного». Значит, если я вот с этим чувством, «Господи, прости», и Он прощает, как я начинаю любить Господа? Помните, как Христос простил женщину, которая омывала Ему своими волосами? Ноги, и слезы проливали на ногу Спасителя. И Христос говорит, «Прощаются ее грехи за то, что она возлюбила много». Вы слышите? Если мы будем любить Бога, то Он много простит нам с вами грехов. Прощаются ей грехи, потому, что она много возлюбила. Вот потому, дорогие, так важно нам исповедать свои грехи и приобщаться к телу и крови нашего Спасителя. Когда мы с вами принимали крещение, Церковь облекла нас в одежды спасения, в ризы правды и спасения. Облекается, то есть облицается по-церковно-славянски, крещаемый, там называется имя, Петр или младенец такой-то, во Христа крестившиеся, во Христа облекаются, облекосьтеся. И что дальше? Мы получили эту ризу светлую, ризу белую, чистую. Выходим после крещения, забывая о Боге, не читая ничего о Нем, не общаясь с людьми верующими, забывая, уходим. Открываем интернет, открываем смартфоны, компьютеры, зависаем во всех этих информационных, всевозможных новостях и опять, опять удаляемся. И наша риза светлая превращается уже в обидшалую, раздранную, в такой-то ризе уже ко Христу не придешь. Вот почему? Через Господи прости. Возврати мне эти ризы белые, ризы светлые, данные мне при крещении моей церковью, и крестик, который на меня одели. Обязательно носите крестик всегда и никогда не снимайте другим, заповедуйте, чтобы всегда на груди был православный крестик. А я язвы Господа моего Иисуса ношу на теле моем, говорит апостол. Вот потому, дорогие, когда человек причащается, то он участвует в следующем, очень важном таинстве, которое приобщает его к любви. Когда мы крестились, мы облеклись. Когда мы причащаемся, мы соединяемся со Христом. И он наполняет нашу душу, наше тело, нашу жизнь любовью. Потому что, если мы причащаемся Бога, а Бог есть любовь, то любовь укрепляет и дает нам силы в этом мире ненависти, злобы любить. А без этого бесполезный труд. Ты собери друзей, накрой стол, спой им песню, разошлись, поели довольны, ушли каждый по себе домам. А если ты приобщишься о святых, бессмертных, животворящих, христовых тайн, достойно приготовившись, исповедав свои грехи, у тебя на сердце такая любовь. Я вам приведу один пример. У родителей была одна непослушная девочка. Ну, не водили в церковь, в воскресную школу не отдавали. И вот росла такая, знаете, вся своевольная такая, гордая девчонка. А соседи жили верующие, в храм ходили. Говорят, да вы приходите в храм, пусть ребенок вот причастится, поисповедуется. Да она не знает, что это такое. Вот они им рассказали, посидели на лавочке с ними, знаете, как с добрым самарянином, посидели, рассказали немножко. И девочка говорит, ну пойдешь, ну пойдемте, никогда такого не было. Причем такая задиристая была, обидчивая всегда, такая своенравная. И родители ее привели. Ну, думают, сейчас она тут отстояла еще, пока поисповедалась еще, потом пока все вот малыши причастились, потом она причастилась, вышла и пошла домой. А потом вот эта пара, которые ходили в церковь всякий раз, смотрят, идет мама их и спрашивают, ну как девочка, как она себя чувствует после причастия? Вы знаете, я ее не узнаю. Вот, даже не могу не рассказать такой случай, который случился с ней после причастия. Она пришла в песочницу, села, никого не толкает, представьте, никого не обижает, ни на кого не кричит. Я смотрю, глазам своим не верю. Неужели так бывает? Больше того, она подошла, там какой-то цветок увидела, понюхала его, подошла, червячка увидела и так погладила ее и говорит его, какой ты добрый, какой ты добрый. Вот человек приобщился любви, может быть, первый раз, но почувствовал это прикосновение. И каждый, кто причащается святых христовых тайн с любовью, он любовью укрепляется, потому что любовь входит в его жилы, в его кровь, в его жизнь. Вот почему мы зовем вас, чаще приобщайтесь любви, чаще причащайтесь святых, бессмертных, животворящих христовых тайн, ибо в этом мире озлобленным мы с вами станем, как этот мир, во зле лежащий станем злыми, себя любивыми, тщеславыми и гордыми, только называющие себя христианами. А когда в мире оскудеет любовь, вот и будет миру конец. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот почему, для того, чтобы возвратить в себе любовь или возбудить чувство к ней, мы обязаны с вами не просто ходить в церковь, не просто исповедаться, а очищать свою душу и соединяться со Христом в Таинстве Святого Причащения. И вот еще средство чтения Евангелия. Когда мы общаемся с Богом, говорим с Ним, молимся, а обязательно христианин, когда полюбит Бога, он начинает с Ним говорить. Наверное, многим из вас или по личной жизни, или, может быть, со стороны известен случай, когда любящая, опять же, невеста или жених прямо разговаривает. Ты с кем это говоришь? Ой, простите, я даже забыл просто или забыла. Это я все о нем. Все о нем. Где он? Как он? Что он? Вот он придет, что я ему накрою? Что я ему скажу сегодня? Вот это расскажу. Вот идет и сама с собой разговаривает. Такая счастливая, довольная, и сама с собой разговаривает. И ничего страшного. Вот так человек с Богом разговаривает, но он любит. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот идет человек там в трамвае что-то шепчет, бормочет себе под нос. Ненормально, с собой разговаривает что ли? Да нет, он просто молится и не смотрит на тех, кто вокруг забыл о Боге. Может про себя молиться, может что-то сказать вслух, а дома так тем более. Господи, слава Тебе, муж скоро придет. Господи, мама жива, здорова, слава Тебе, Господи. Детки бегают, слава Тебе, Господи. Слух, можно? Можно, с живым Богом нужно разговаривать, с живым, он живой. И если мы любим Бога, то мы можем о нем говорить всем. Я одному человеку на паперте сказал, ты любишь Бога? Да. Вот представь, только в одном этом слове вся наша вера христианская. Ты можешь любому человеку сказать, вы знаете, я люблю Бога, но я же не могу любить ничто. Я же не могу любить того, кого-то нет. Понимаете, я люблю Бога, который есть. И Бог есть любовь. Уже смотрите, какая целая проповедь получилась. Я люблю Бога, если ты это говоришь, что ты свидетельствует о том, что Он есть. И что Он есть любовь, и ты ответил своим сердцем человеческим на ту любовь, которую Бог посылает каждому. Он пришел для того, чтобы и научить нас любить. Ибо настолько Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, вы слышите, никто захотел там и хочет, не хочет, чтобы все люди, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел бы жизнь вечную. И так для того, чтобы возбудить в себе чувство любви к Богу, нужно читать Слово Божие, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия, потому как не одним хлебом должен жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. И, наконец, мы должны читать жития святых. Жития тех, которые уже прожили святую жизнь с любовью к Богу и ближней. Вот сегодня мы вспоминаем память святителя Вавилы, епископа Антиохийского. Кто это был такой? А кто его знает? А если мы почитаем о нем, насколько он возлюбил Господа, что, во-первых, всецело становится его служителем. Сначала принимает монашество, потом священство, потом епископский сан. И с такой ревностью любил Господа, что даже был такой случай, когда он жил и скончался в мученицке в 251 году от Рождества Христового времена Дикия императора лютого, гонителя христиан, язычника, который принес мерзкие жертвы Богу, и этот оскверненный после своего жертвоприношения хотел зайти посмотреть, что там у этого епископа происходит за литургией. А Вавила епископ узнал Духом Божьим и смотрит, и люди сказали, прихожане, царь идет, царь кто? Язычник. В храм идет. И вот что делает ладыка, он останавливает литургию и выходит не встречать, а не пускать царя в храм Божий. Он вышел, по что пришел, а вот зашел посмотреть, что у вас тут после нашего там торжества языческого творится. Он его не пустил. И когда тот попытался пройти, он отторг его рукой. Ну, конечно, царь не мог простить. Не потому тут же не казнил епископа, а потому что было очень много людей, при которых он не мог этого сделать, но затаил такую злобу на него, что уже вечером его схватили. Уже вечером он был в заточении. А на следующий день царь повелел сжечь этот храм, куда не пустили императора. А потом? А потом его стали уговаривать. Ты же такой популярный, если ты скажешь людям, чтобы они кланялись нашим богам языческим, они же тебя послушают. Никогда не соглашался и не согласился епископ на эти уговоры. Больше того, когда привели к нему троих отроков, сегодня их еще три отрока, и их маму вспоминаем мы, Христодулу, которая воспитала трех малышей в любви к Богу. Причем одному было 12, другому 7 и третьему 6. Откуда мы знаем даже, сколько им было лет? Да? 251 год. Оказывается, император за то, что малыши, эти подростки, дети, не согласились поклониться мерзким идолам, оказывается, им дали столько плетей, сколько вам лет. Одному дали 12, другому дали 7 и другому 6. Представляете, какой злобой воспылал этот император. И тогда подвели их, это кто? Вот это, кто тебе? Это мои дети, говорит епископ. Как они твои дети? Ты же монах, ты же епископ. Это мои духовные чады. Это сестра, которая привела их на Христодул. И еще больше в ярость. Что только не мучают, как только не пытают этих мучеников. В конце концов, привязывают к дереву и начинают снизу подпаливать их святые тела. Это надо любить Господа всей крепостью своей, вот так, чтобы даже мученичество за Него претерпеть. Это как надо любить Его душою, разумением и всем сердцем. Вот только тогда ты сможешь любить Его и не отречься от Него, и претерпеть за Него все телесные страдания, как терпели мученики и исповедники, которых мы сегодня прославляем в лице священно-мученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и трех отроков с их мамой Христодулой. В конце концов, каждому из них отсекают голову, а их бессмертные души восходят к престолу Царя Славы и находятся там, где уже нет болезней, нет печалей, но жизнь и любовь бесконечная. Вот этой любви хотелось бы мне сегодня пожелать всем нам. Вот к этой любви должно стремиться любое верующее сердце. И не просто что-то там свечку поставил, помолился, как мог. Бога надо любить, потому что это самая главная заповедь. А полюбишь Бога, ты на ближних своих совсем по-другому посмотришь, потому что эта заповедь Бога равна первой любить ближнего своего, как самого себя. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа да будет со всеми вами. Аминь.